Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой выпуск на работе у меня, но немножко такая домашняя тема, как бы тема для размышления, для философии. Много меня спрашивают о том, соответственно, почему я выбираю такие направления, как эндокринология, психология, психоневрология. Термин такой интересный мне попался в плане определения очень точной, на мой взгляд, биологическая психиатрия, биопсихиатрия. То есть это когда, соответственно, рассматривается не психиатрия в чистом ее контексте, а когда у нас есть некоторые клинические данные, что, допустим, при определенных психиатрических диагнозах, отдельный выпуск надо делать, при каких, что и как, есть определенные нарушения мозга. Ну, вспоминаем те же самые афазии, допустим, да, и, соответственно, как при афазиях у нас там нарушение левого полушария, правого нарушения и так далее, работы. Вот. И мы на МРТ можем это отследить. Отдельный выпуск, я думаю, что я все-таки сделаю, у меня будет отдельный выпуск по вот таким моментам интересным. Вот. И что хотелось бы сказать? Где связь? Где эндокринология, где не психология, да, и вся вот эта вот вещь? Дело в том, что все работает здесь в очень прямой совокупности. Вот у вас происходит поломка в мозге, да, через какое-то время накапливаются эффекты, у вас происходит поломка, допустим, потом в, соответственно, ну, если вам видно, мозг, гормоны. Гормоны управляют чем? Поведением. И только в конце мы получаем поведение, психологию. Если я разговариваю с человеком, и, допустим, он мне жалуется, что у него плаксивость, депрессия, когда он просыпается и, соответственно, чувствует себя, ну, так скажем, особенно мужчины говорят, да, что по утрам вот у них нет никакой мотивации вставать, идти, отсутствует утренняя эрекция иногда бывает, да, то есть, соответственно, не хотят работать, хотят еще спать утром, да, то есть, соответственно, в некоторых данных вот при таких случаях встречал на яркие сны, некоторые пациенты отмечают лично из моего клинического опыта. Значит, дальше идем по гормонам, назначаем пролактин и страдиол. Очень часто, опять же, это не значит, я просто рассказываю клинический случай, то есть, это не конкретно вот под заболевание описание, да, то есть, это скорее под клинический случай подходит. Назначаю пролактин, да, у человека повышен, дальше делаю МРТ мозга, мозг чист, делаю МРТ гипофизом пролактинома, вот. И, соответственно, ну, новое образование такое, соответственно, это обусловливает, ну, откуда у нас повышенный пролактин. И вот такие вот вещи, понимаете, они очень взаимосвязаны. А начиналось все с жалоб по психологии. Поэтому очень важно сопоставлять знания и психологии, и психиатрии с уже биологическими нарушениями. Потому что те же скачки в какую-то, да, акцентуации в ту или иную сторону, они, как правило, сейчас у всех даже определенный баланс дегидростерона, он дает некий отпечаток на характер. И при высоком дегидростероне будут такие всплески какой-то агрессивности и так далее. Вот. Поэтому, соответственно, дорогие друзья, очень все взаимосвязано и особенно, на мой взгляд, взаимосвязано деятельность мозга, психики человека и, естественно, гормонов. Поэтому я вот в своей практике вот так вот решил это обобщить, сейчас учусь, курс клинической психологии для врачей прохожу. И, соответственно, я думаю, что я его скоро завершу и сделаю вот как раз выпуск. Там будут в первую очередь, вот мне очень нравится тема с фазией, там будут вообще некоторые нарушения, да, мозга и какие части за эти нарушения мозга отвечают, да, ну, то есть там, допустим, там афазия, какая часть мозга и так далее. Вот. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Продолжение следует...